может ты поможешь? ёбр стэ ну да я у него же чемодан закрыть она снимает всем большой привет сегодня моя мама уезжает поэтому мы решили побольше времени провести вместе и сейчас я искупаюсь в джакузи а мама будет завтракать с видом на джакузи дай мне очки отжала гучи гучи яма тебе кстати хорошо они ну всё нет я не то имела ввиду тебе правда очень хорошо эти очки но они многим идут это же гучи вот этот мишка это символ нашей калифорнии показываю маме красивую жизнь купили с утра бейгл кофе и пришли завтракать к бассейну мама жалуется давай не покупалась басики не помочила ножки в океане и вечером мы не сходили на крышу когда горит факелы когда горит камины и так далее и на город посмотреть вот это вот в зоопарк не сходили почему ты меня не сводила на крышу вечера ну зато будет чем заняться в следующий раз когда ты к нам приедешь обязательно бассейн так я тебе предлагала сейчас бы нырнула у тебя уже все у тебя доволито еще? хрен знает сколько времени так кажется а еще кому-то надо приготовить борщи рагу там бла-бла-бла на неделю мама приехала готовить русскую еду я не знаю может компотом сварю сегодня даша во дворе принимают ванну джакузи прям горячая? иди к мужику в бассейн красотища обалдеть прям очень горячая вода ну прогрейся и малую и с кругом ой ты не знаешь как мы купались что у нее жопа вся красная была прогретая кофе вам принести? кофе, пожалуйста окей спасибо, мамочка Маш кофе, пожалуйста ну что блин мы по утрам сюда не ходили а? не знаю потому что тут в инстаграме сидела так вот здесь посидели пол часика и пошли мыться ну да так я тебе и предлагала сейчас вот такой кофе ну да ну да ну да ну да доехать в Москву как тебе Калифорния? очень все понравилось понравился и город и где ты живешь как все живешь не переживаешь не переживаешь за дочку? Мне удалось очень тяжело, потому что мы давно не виделись, плюс эти 18 дней пролетели просто вот так. Да. Я специально решила сделать полный макияж, чтобы у меня была причина не плакать, но все пошло не по плану. И у меня такое ощущение, как будто бы у меня забрали часть меня, как будто просто отрезали часть реально и забрали. Просто очень тяжело. И в такие моменты я обычно себя нагружаю по полной. Нахожу себе занятия, чтобы не депрессовать и не вариться вот в этих мыслях. Я чаще всего просто убираюсь по дому. Просто все, что косо лежит, я все-все-все вычищаю, убираю, стираю, мою посуду. То есть максимально себя напрягаю, чтобы мне просто не думать о плохом, чтобы не переживать. И еще обычно мне в таких ситуациях помогают прогулки, но у нас ветрище. У нас сейчас прохладно и ветер. В общем, я сижу дома. Ой, вот так. И еще хотела с вами поделиться то, что у нас идут с Лорензо жесткие бои насчет того, где жить в доме или в квартире. И я всегда голосовала за квартиру, потому что мне было это удобно. И в принципе все было нормально. Но в последнее время я стала замечать, что нам очень тесно. Очень тесно. Особенно, когда с нами была мама. И я поняла, что квартира это, конечно, хорошо. Но теперь я стала смотреть в сторону дома. И мне осталось только научиться водить. Потому что если покупать дом, то это, скорее всего, будет не возле океана, где мы сейчас живем. Это, скорее всего, будет где-то там в глубине. Но, по крайней мере, я стала допускать себе такую мысль. Раньше я такую мысль вообще не допускала. Я думала, дофига этот дом? Это столько геморроя. Это так сложно. Но сейчас, когда я вижу, что реально нам нужно место, некуда складывать вещи. У меня столько всего. Сейчас покажу, как выглядит моя студия. У меня здесь разложенный диван. И вся моя аппаратура стоит... Ой, лифчик. И вся моя аппаратура стоит просто в уголке. И, конечно же, мне это не нравится. Я хочу, чтобы у меня была целая комната чисто для съемок. Потому что мне это удобно. Я не люблю каждый раз это расчехлять, доставать, устанавливать. Я люблю так, что вот уже все готово. Ты просто садишься и вещаешь. То есть тебе не нужен вот этот экстра шаг для того, чтобы начать творить. Так как у нас была мама, у нас вот эта комната, в общем, превратилась в еще одну спальню. Все, теперь я уже соглашаюсь на дом. Как вы думаете, где лучше жить? В доме или в квартире? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там все быстрее. Там все в режиме онлайн. И также я там пишу посты иногда. Все, увидимся в следующем влоге. Пока! Привет, как дела? Так, проходят съемочки. Именно в рабочей среде ты в себе сомневаешься. Полюбуйтесь. Та-дам! Ва-ба! Вдруг я тут самая какая-то стрёмная модель?